Наша группа была из 17 человек в Чечене-Гушейте. А вообще, по предварительным данным, непроверенным данным, из Чечене-Гушейта было призвано 1708 человек. Сейчас в нашей организации чуть более 600 человек. Таких людей, как мы, это называли партизанами, которые за 30 лет, за 40 лет, туда призывали до 50 лет людей. После 50 лет не призывали. И вот этот репродуктивный возраст тоже не призывали. Но было очень много солдат в Сочи. Ни одного дезертира, ни одного отказа со стороны тех людей, которые были призваны от нас, не было. Есть приказ, есть долг. Мы честно-то выполняем. Вот сейчас американцы сняли фильм, который назвали «Чернобыль». Он состоит из пяти серий. И очень многие раскритиковали его в том плане, что картина искажена и сведения, которые отражены в этом сериале, якобы недостоверны. Вы упомянули, что не было дезертиров. Соответственно, и людей не принуждали, соответственно же людей не вводили в заблуждение. Они понимали, какой риск... Конечно, я понимаю. Когда узнали, когда почуяли, людей начали вывозить, люди это вывозили, по 300, по 400 автобусов подгоняли, Припять, Чернобыль, эти населенные пункты. Там же сейчас пустые эти города. Припять, пустые, Чернобыль, пустые другие населенные. Пустые там 30-км, 30-км зона, основная вот эта зона заражения. Там же люди, старые люди возвращаются, а молодые туда не рекомендуют даже сейчас там жить. Потому что молодой организм, он более воспринчив к этим радиациям. Нельзя было там... Дезинфекции нету. Вот по траве идешь, если голыми ногами по траве идешь, не дай бог там какая-нибудь рана, все, ты уже зараженный человек. Тебя надо лечить, немедленно лечить. Не хотели... Ну, как у нас война была? Моя мать, ни в первую, ни в вторую, не хотела оттуда уехать. Вот я тут родилась, я тут живу, я тут хочу умереть. Ну, и у них тоже то же самое было. Ну, и ситуация была настолько ужасающая, то есть, когда вы приехали, первые кадры, которые вам попали в глаза, какие они были? Не такие ужасающие. Вот насчет вот этого фильма, обычно эти люди, такие вещи говорят люди, которые там не были. Это по слухам. И Ванькови специально построили дома, эти финские дома быстро, чтобы людей разместить. Кто-то сказал, что водка уничтожает эти радионуклиды. Говорят, пили очень сильно водку, давали водку, чтобы они выпивали. Но, прямя этого не было. Отсюда, которые ребята были, спиртным не увлекались, мы не пили это спиртное. Нельзя верить, сейчас тем более, нельзя сто процентов верить, тому, что они говорят. Естественно, они заинтересованы, чем больше негатива на Россию, что наши руководцы там сменят курс. Я верю в то, что я знаю, я верю в то, что я вижу, я верю в то, что я проходил. Вот этому я верю. А если он в Вашингтоне сидит и тут размышляет о том, какие чувства у меня, что я чувствовал внутри себя, откуда он знает, что я чувствовал. У него свой менталитет, у меня свой менталитет. У них разные эти полюса у нас сходятся. Как Вы считаете, такие кинокартины о трагедиях, нужно ли их снимать и для чего они нужны? И на Ваш взгляд, их должны снимать все-таки те, кто пережили эту трагедию или те, кто смотрел, наблюдал за ней со стороны? Такие фильмы должны быть. должны быть. Но эти фильмы должен снимать человек или с этим человеком должен рядом стоять консультант, специалист, который разбирается в том, о чем они снимают фильм. Дилетант может снять красивый фильм, панорамный фильм может снять, но если он не специалист, в любом случае он упустит самые важные детали. Фильм, конечно, надо. Чем больше людей будут знать о тех опасностях, тем лучше для людей. ... ... Продолжение следует...